Более 500 миллионов рублей за 4 месяца. Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области подвело итоги работы за текущий год. На пресс-конференции журналистам рассказали о современных методах борьбы с должниками и основных показателях. За 4 месяца текущего года на исполнение у нас было свыше 381 тысячи документов. Это практически на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на то, что нагрузка у нас несколько возросла, судебные приставы и исполнители пытались работать более эффективно, чем в прошлом году. В общем-то, это удалось. Было окончено в общей сложности свыше 104 тысяч исполнительных документов, в том числе почти 70 тысяч окончено фактическим исполнением. С начала года судебные приставы взыскали свыше 200 миллионов рублей по налоговым платежам. Большую долю в объеме исполнительных документов занимают административные штрафы и взыскания в пользу организации ЖКХ. После введения автоматизированной системы фиксации нарушений заметно увеличилось количество штрафов ГИБДД. Активное внимание и особое внимание мы уделяли такой серьезной проблематике, это как взыскание алиментов, потому что мы понимаем, что это одна из самых социально значимых категорий исполнительных документов. И необходимо сказать, что поступательная работа на протяжении ряда лет, безусловно, дает определенный результат. Поскольку еще несколько лет назад у нас находилось порядка 18 тысяч дополнительных документов, а сейчас количество этих документов не превышает 11-11,5 тысяч. Было найдено 39 человек, объявленных в розыск. Возбуждено около 400 уголовных дел. По трем из них вынесли реальную меру наказания – лишения свободы. Бороться с неплательщиками помогает введенное ограничение права выезда должника за границу. За четыре месяца было вынесено 10 тысяч подобных постановлений гражданам, чья задолженность превышает 10 тысяч рублей. Эффективным является и арест имущества. Снижению нагрузки на судебных приставов и увеличению скорости работы управления сегодня способствует система электронного исполнения и создания банка данных исполнительных производств.